Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков и тема нашего сегодняшнего видео изображение тартар и могол в русских летописях. Дело в том, что у меня уже есть одно видео на эту тему, которое так и называлось «Настоящие белые моголы тартары. Тартарская империя, наследница Скифи», где я показывал и настоящих белых и моголов, и тартар. Но, так как сегодня выходит много пропагандистских фильмов, которые никакого отношения к реальному прошлому не имеют, то в этом видео я хотел бы поподробнее остановиться именно на русских летописях. Как же там выглядели моголы, тартары? Чтобы показать вам, что современные так называемые историки и те, кто снимает художественные фильмы, даже не собираются читать те источники, которые есть у них самих, а именно русские летописи. Ну, давайте мы посмотрим, если им это не интересно, как же выглядели эти моголы и тартары. В основном мы будем рассматривать источники 16 века, лицевой летописный свод так называемый. Все ссылки на материалы есть под видео. Вот перед нами лицевой летописный свод Ивана IV. На нем изображен Тахтамыш, царь, на троне, а на заднем плане Тимур, он же Тамерлан. Вот он, Тамерлан вверху, вот его тартары, или в обратном прочтении просто рать, то есть ратники по-русски говоря. И вот рядом, вот он, Тахтамыш. Рядом с ним его подданные тартаро-моголы, которые почему-то и выглядят, и одеты в русские шапки, и выглядят светлокожие, бородатые, светловолосые. Наверху тот же Штимур со своей ратью. Одеты они в скифские чешуйчатые доспехи. И как-то, и все еще находятся, между прочим, в каменных каких-то сооружениях. То есть это скиф. То есть защищенное поселение. Каменное причем. Никаких шатров не видно, это камень. Давайте еще одно изображение. Рассмотрим, опять же, из русских летописей. Воцарение царя Тахтамыша в сарае. Ну, не спешите смеяться. Для тех, кто знает русский язык, здесь все понятно, потому что есть такая форма, как асс. Летчик асс. Водитель асс. То есть асс это бог, живущий на земле. Асса это небесные боги. То есть это связь с небесными богами. Рай, я думаю, тоже не нужно объяснять. Это чисто небесное понятие. Высший. Рай это первозданный свет. И это устремление к более высшему. То есть в переводе на русский язык сарай это то поселение, которое имеет связь с высшими силами. То есть космического масштаба. Фактически поселение, рядом с которым, грубо говоря, располагается космодром, если уже так напрямую говорить. Но уже бог с тем космодромом. Вопрос по-другому. Посмотрите на этого царя Тахтамыша. Из русской летописи. Вот он. Вот вы вообще видите какое-нибудь различие между жителями этого сарая с самим Тахтамышем, вот его женами белокожими и светловолосыми. И он белокожий и светловолосый. И жителями всего сарая. Они здесь изображены в русских шапках. Светлокожие и светловолосые и с бородами. Вот так и выглядели настоящие тартары. Вот это рать в обратном прочтении. Это всего лишь воинское подразделение. А моголы. Это и есть маги, могучие люди. Всего лишь это и есть тот же самый Тахтамыш. То есть здесь в русских летописях ничего необычного. Русские славяне на всех изображениях, которые живут в каменных сооружениях, никаких даже деревянных изб не видно. Все это каменные многоуровневые сооружения. И все они носят короны. И называются воцарение. То есть это царь Тахтамыш. Еще одна миниатюра из русской летописи 16 века. Вот он царь Тахтамыш. Опять же в короне, светлокожие, бородатые. Как и те, кто за ним. В русских шапках светлокожие и бородатые. И ратники далее. И перед ним же те же люди точно такого же вида. Никаких других видов людей, кроме славян, как-то не наблюдается. Нет их изображения на этих полотнах. Опять же, еще одна миниатюра. Взятие Москвы Тахтамышем. Если бы мы не знали, что вот он Тахтамыш слева, а справа это Москва и Русичи, то вы найдите разницу между теми, кто обороняется, и теми, кто нападает. Тут еще не видно штандарта. Он тоже у них красный. Вот красные флаги. Бородатые, светловолосые. Царь. Ратники рядом с ним штурмуют. Опять же, защищенную Москву. Еще одна миниатюра. Битва на реке Калки. Между Тахтамышем и Мамаем. Считается в 1381 год. Итогом битвы на Калки того времени, не путаясь с той, что была на Калке в 1223 году, потому что это все-таки разные битвы, в 1381 году стало воссоздание военно-политического единства Золотой Орды под властью Тахтамыша. Обратите внимание. Вот он Мамай слева. Вот он Тахтамыш. Вот эта битва. Вы видите вообще разницу между теми, кто вступил в битву? По одежде, по лицам. Тут не показан штандарт. Вот он тоже штандарт. Вот он. Показан этот даже штандарт слева. Они у них даже штандарты одинаковые. То есть все одинаковое. И битва шла именно за воссоздание военно-политического единства. Для тех, кто не понимает слово Орда, то это то же самое, что слово Род. Или тот же самый знак Инь-Янь. Когда Р и Д вынесли, вот и получается Орд или Род. Она же Орда. А это добавляется в смысле проекция на землю. То есть Род на земле. Фактически. Вот что значит переводится слово Орда. Или знак Инь-Янь. Вы его еще много раз обращали внимание. Ваше на него. Еще один такой же. Мамаева побоище. Еще одна иллюстрация. Из книги древности. Где здесь Мамай? Где Тартары? Непонятно. Штандартно одни и те же. Выглядят одни и те же. И одеты одинаково. Это скифская чешучатая броня. По сведениям самих же историков. Как они их различают. Ну это только в современных фильмах. Они научились их различать. Еще одна миниатюра. Где написано. Что убийство царя Тахтамыша. Подчеркиваю. Царя. Вот он. Тот же самый светлохожий. Светловолосый. Бородатый. В короне. Царя. Царем Шадибеком. В Сибири. Под Тюменью. Современный. Я так понимаю. И опять же. И Тахтамыш. И Шадибек. Почему-то светлокожие. Бородатые. Выглядят одинаково. Одеты одинаково. И носят еще и короны. Да и называются царями. Тератники у них одеты одинаково. И это еще в Сибири. Опять же. Обращаю внимание. Каменные строения. На дальнем фоне. Примерно одинакового стиля изображена. Еще одна иллюстрация. Иван Грозный. На свадьбе Симеона Бекбулатовича. Опять. Лицевой летописный свод. Рукописи 16 века. Все выглядят одинаково. Иван Грозный принимает пословы Сибири. Тот же самый лицевой летописный свод. Рукописи 16 века. Вот они сибиряки. Как говорится. Собрались посольством к Ивану Грозному. Вот они едут с дарами. Приезжают к Ивану Грозному. Вот он Иван Грозный изображен. И дарят ему дары. Вот за Иваном Грозным стоит его слуга. Обратите внимание. Вот они отличаются. Послы из Сибири. Иван Грозный его слуга. Хоть чем бы то ни было. И в палатах они одинаковых их принимают. Вот сибирские. Вот московские. И выглядят они одинаково. И все светлокожие, бородатые, светловолосые. И одеты еще в одинаковые одежды. Вот именно так. В русских летописях прошлого. И выглядели и тартары. Они же ратники. И моголы. Они же могучие люди. Вот еще одна интересная миниатюра. Послы Батыя убитые князем Михаила. Вот они эти послы Батыя. Вот они вверху. И вот возле Михаила. Вот те, кто их убивает. Вот они убиты эти послы. Ну по-доброму. Убили. Как говорит послышь. Они их заподозрили. В чем-то тут написано, что они их заподозрили. Что у них неправильные намерения. И по доброте душевной их убили. Ну то такая вот доброта душевная того времени. Хотя и выглядят послы. И те, кто их убивают. И одеты одинаково. Причем совершенно. Продолжим. Опять же. Вот еще одна миниатюра. Поклонение Ярослава. Батыю. Обратите внимание. Вот он. Ярослав. Вот он приезжает к Батыю. Баты светлокожие, светловолосые, бородатые в короне. И люди одеты одинаково. Что слева, что справа. И даже живут в одинаковых помещениях. Скажем так. Кирпичные. Еще одна миниатюра. Оборона Козельска от войск хана Батыя. Лицевой летописный свод. Опять же. 16 век. Вот. Кто-то обороняет Козельск. Та же рать. И нападают на них. Те же ратники. Ну вот. Не очень четко видно. Вот он. Хан Баты. Вверху с короной светлокожей, светловолосой. Одетые нападающие и обороняющиеся. Одинаково. Совершенно. Еще одно нашествие брань Батыева на Россию. Это из жития Евросинии Суздальской. Вот он Баты. Вот они нападают. Обороняющиеся и нападающие ничем фактически не отличают. Ни одежда, ни вида. Ничем. Из той же летописи еще одна иллюстрация. Опять же. И нападающие и обороняющиеся выглядят совершенно одинаково. Вот еще одно изображение. Опять Тамерлана. Вот он вверху. Ну тут уже у него волосы, видите, рыжие. Как и соответствует другим описаниям. Вот он в короне. Тоже и нападающие и обороняющиеся. Как-то не сильно, мягко говоря, отличаются ни по виду, ни по одежде. Одеты в чешучатые скифские доспехи. И вот что там написано. Лицевой летописный свод. Стало известно, что некий царь по имени Тимур Аксак пришел из восточной стороны, из Синей Орды, из Шамахейской земли и начал большую смуту в Орде и на Руси. И затеяв множество войн, в которых одержал победы, бесчисленные полки одолел. Ну фактически, я так понимаю, он воссоздавал именно единство. Разрушенного единого государства, которое существовало фактически на всей земле. Но что смог, воссоздал. Еще одна миниатюра. Нашествие Эдегея. Тоже миниатюра из лицевого свода. Вот он, справа. Нашествие этого Эдегея со множеством его принцев. Все в коронах, в русских шапках, бородатые, светлокожие, да еще и с красным знаменем. Сразу видно, настоящие тартары. Знаковое событие, иллюстрация перед Куликовской битвой. Вот скажите мне, где здесь татары, где русичи? Штандарты одинаковые. Одеты одинаково. Хоть командиры в шапках русских, хоть ратники. В одной и той же скифской латной броне. Чешуйчатая броня, которая наука признает, что скифы изобрели. А скиф, как я множество раз говорил, это защищенное поселение. Стеной хотя бы. Вот поединок Челубея Пересвета. Перед началом Куликовской битвы. Еще раз обращаю внимание. Вот штандарты. Фактически одинаковые. Вот только один какой-то зеленый. А у ратников справа и слева. И штандарты, и одежда одинаковая. Обратите внимание, вот он, ратник. Или тартарин, или ордынец, или могол, который Челубей. Он одет в скифскую броню. И вот он, Пересвет. Фактически идет междоусобная война на религиозной основе. Еще одна иллюстрация этого поединка Пересвета. Но Челубей здесь уже назван Печенеком. Обратите внимание. Так вот они, какие оказываются Печенеги. Это те же самые ратники. Или ордынцы, или моголы. И здесь он светловолосый. И одет он, опять же, в скифскую броню. Еще одна миниатюра. Куликовская битва-начало. Если бы мы не знали, что в короне тартарский руководитель, то тогда бы не сказали, кто здесь кто. Русичи вроде как бы слева. Хотя одеты и выглядят одинаково. И те славяне. Вот уже одерживается русскими. Победа в Куликовской битве изображена. Вот оно там, небесное воинство. Вроде бы как появилось. Как бы было проявление его. И победили они за счет огненных стрел. Вот обратите внимание. Это не просто стрелы, которые там подожгли. Объясняется, что было какое-то небесное воинство. Появилось. Откуда-то взялись эти огненные стрелы. И тартары. Они же славяне. Они же ордынцы. Они же маги. Как бы бежали. А другие славяне, которых русский московит. Они победили. В гражданской войне фактически. При помощи какого-то небесного воинства. И огненных стрел. Обратите внимание опять же на флаг. Он же штандарт. Вот он. Ратников или тартар. Это то же самое, что слово рать повторить. И вот то же самое русских. Они одинаковые. Как и одежда. Как и их внешний вид. Еще одна иллюстрация этой битвы Куликовской. Тут уже видите, чтобы флаги не были одинаковые. Этот флаг докрасили потом. Неравномерно даже прокрашен. Чтобы не были так уж уже не только внешний вид, но и флаги не были похожи. Чтобы нас не обвинили в том, что там русские летописцы вообще не знали, как выглядит кто-то по-другому. И всех молевали, как говорится, под одну гребенку. Вот вам событие 13 века. Ледовое побоище. Опять же, бегство немцев. И здесь почему-то немцы одеты, по крайней мере, в шапки у них совершенно другие. Тут тоже какое-то небесное воинство проявилось. Там помогло немцам победить. Или просто явление было. Но, опять же, немцы выглядят по-другому. Да, понятно, что это тоже белые люди. Но факт в том, что хотя бы одежда у них другая. Они в шапке. Нет этого остроконечного наконечника на шлеме. Обратите внимание. Еще одна иллюстрация. Баты. Вот он, баты. Опять светлокожий, светловолосый. В короне. С красным штандартом. Против угров. Баты и его тартары. А по-русски говоря, рать. Дважды повторенное слово. Обратно прочтите. Вот они, ратники. А вот он сам баты. С красным флагом. Против угров. И угры здесь, извините, но шапки у них тоже другие. То есть русские летописцы прекрасно знают, если есть какое-то различие между людьми, как минимум, хотя бы в одежде. И все это отражалось прекрасно. Еще одна иллюстрация, где москвичи и ордынцы, а я уже говорил, что ордынцы, это та же самая, что род, или вот он, О, это всирот. РД, это знак, символ Индиян, тогда получится. Вот, фактически, они пожгли города и села вместе за щелканом. Людей повели в плен. Вот эти люди, как говорится, которых раздели почему-то и ведут в плен. Но, вот это все, это изображение москвичей и ордынцев. Вы вообще можете отличить, кто здесь кто. Ну, под внешним изображением все они одинаково одеты и выглядят. Где здесь эти москвичи, где ордынцы? Но, если это было единое государство, а орды, или ртар, или рать, это всего лишь воинское подразделение единого государства, то, конечно, мы и не можем отличить. Летописы не могли их отличить. Потому что люди это одинаковые. Это современное прочтение, они разные. Еще одна иллюстрация восстания от Твери против татар, против вратников, то есть против государственной власти, фактически. И тех, кто на них напал, восстал, и тех, кому вот они топят и уничтожают, жгут, они выглядят совершенно одинаково. Тот же лицевый летописный свод 16 века. Ну, и в заключении хотелось бы вам показать то, что иллюстрации, которые Сергей Игнатенко уже показывал. Вот он, самый древний календарь, еще Петром не обрезанный. Лето 7204, взятие Петром, крепость и Азов. Как мы видим, эта крепость, это фактически есть скит, или стена китов, или укрепленное поселение. И вот они взяли эту крепость. Вышли люди совершенно одинаково одеты по древнерусски. Бородатые, светлохожие, древнерусских шапок. Вот кого Петр Первый и взял в этом Азове. Каких ордынцев, тартар, или еще кого там, они хотят описать. Так что я обратил ваше внимание на эти факты для того, чтобы вы проявляли здравомыслие и проверяли то, к чему вас пытаются дезинформировать этими фильмами, так называемыми историческими книгами. Мы обращались к первоисточникам и сами увидели, что дело стоит совершенно по-другому. Мы этим и занимаемся, чтобы узнать, как дело обстояло на самом деле. Потому что не знаешь своего прошлого, не имеешь свое будущее, а за тобой будет все время кто-то управлять. Благодарю вас всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этой информацией в социальных сетях. С вами был Виктор Максименков. До новых встреч. Все ссылки на использованные источники под видео. Субтитры сделал DimaTorzok